Сотрудники налоговой инспекции организовали работу выездного налогового офиса на спортивной базе футбольного клуба «Крылья Советов». Спортсменам рассказали о способах получения уведомлений, особенностях уплаты имущественных налогов в рамках единого налогового счета, возможностях получать информацию о задолженности через СМС-сообщение или электронную почту, а также о взаимодействии с налоговой через личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет налогоплательщиков и физических лиц расположен на официальном сайте ФНС России. www.nalog.gov.ru и позволяет гражданам строить отношения с налоговыми органами без посещения инспекции лично. Личный кабинет физического лица представляет налогоплательщикам широкий спектр возможностей, в том числе направлять налоговые декларации в электронном виде, отслеживать ход камеральной проверки. Также есть возможность оплачивать налоговые платежи онлайн. Защитник футбольного клуба Крылья Советов Илья Гапонов уже давно пользуется личным кабинетом налогоплательщика через смартфон. Сервис позволяет внести деньги на электронный счет и в дальнейшем налог оплачивается автоматически к нужному сроку. Напомним, оплатить имущественные налоги за прошлый год нужно не позднее 1 декабря этого года. Это позволяет экономить мое время. Как получил налоговое уведомление, сразу же оплатил его, не дожидаясь окончания, когда 1 декабря получается. Чтобы оформить налоговый вычет, нужно создать в личном кабинете электронную цифровую подпись, выбрать налоговый вычет и пройти пошаговое заполнение декларации. Личный кабинет можно оформить, придя в любой налоговый орган, получив пароль для доступа. Это удобно и налогоплательщику, потому что экономится его рабочее время, и удобно нам, отсутствует почтовая корреспонденция. То есть налогоплательщик может напрямую через личный кабинет обратиться по любому интересующему ему вопросу, задать нам вопрос, получить от нас ответ. У нас в Самарской области примерно одна треть населения оформила личный кабинет. Напомним, что с 1 июля предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений и документов в электронной форме через личный кабинет на едином портале Госуслуги. Для этого необходимо, чтобы налогоплательщик направил через Госуслуги уведомления о необходимости получения таких документов. Самостоятельно разобраться и воспользоваться алгоритмом действий поможет промо-страница «Налоговое уведомление» на сайте Федеральной налоговой службы России. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.